Бах спускался с крыльца школы и оказывался на площади у подножия величественной кирхи с просторным молебным залом в кружеве стрельчатых окон и громадный колокольчик, напоминающий остро заточенный карандаш. Уже первое предложение переполнено сложными словами и знаками припинания. Правда, кое-что участникам акции подсказали. Например, имя главного героя Якоб Иванович Бах, слова кирха Фауст Клёцки. А несколько дней до диктанта проводились подготовительные занятия. Много правил пунктационных, прямая речь есть. Пунктационных правил достаточно много. Текст интересный, в меру сложный, есть свои особенности. Текст писательницы Гузель Яхиной описывает один день учителя немецкой словесности. Он войдет в ее следующий роман. Весь мир поделен на три часовые зоны, для каждой свой отрывок текста. Дончане писали третью часть – вечер. Я считаю, что каждый, кто живет в России, должен знать правила русского языка. Мне интересно, сколько хорошо знаю их я. Самый молодой на этой площадке четвероклассник Эрнест Кулыгин. Школьные диктанты пишет на одни пятерки и хочет узнать, насколько напишет взрослый. Анна Павлова с дочкой писали такой диктант в прошлом году. Тогда результат порадовал. Орфографических ошибок не было совсем. Но мама и дочь здесь не из-за оценки. Мы оказываемся в компании людей, которые тоже пришли, чтобы насладиться русским языком. Несмотря на то, что мы не профессиональные филологи, никто просто пришли получить удовольствие. Самое главное – это оказаться в компании таких же единомышленников. На ретро-площадке диктант пишут перьями. Кто-то тренировался дома, кто-то умел писать в детстве. А у кого не получалось, разрешали перейти на обычную шариковую ручку. Дома я иногда пишу пером. Просто тренируюсь, просто рисую пером. Но здесь впервые так много. И были помарки, безусловно. И даже есть клякса. Но я думаю, что все равно разберут почерк. Я надеюсь, по крайней мере. Проверять работу будут не только на наличие ошибок. Написанные чернилами диктанты будут участвовать в отдельной номинации, где отметят оригинальный и красивый почерк. Евгения Слинкина, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону.